Тигран Великий Тигран Великий Миротворец и Созидатель он вскармливал все поколения маслом и мёдом. Мофсес Хоринаци. История Армении. Государственные границы Тигранитской Армении. В 95-70-х годах до н.э. Тигран Великий создал могучую империю. Армению от моря до моря, границы которой пролегали от Египта и Средиземного моря до Кавказских гор и Каспийского моря, и от Черного моря до Персидского залива. Он раздвинул пределы страны нашего обитания, доведя их до крайних, древних её рубежей. Он вызывал зависть всех своих современников, а для нас, ныне живущих, его время, и он сам, заветная мечта. Мофсес Хоринаци. История Армении. Столица Арташат оказалась далеко на окраине империи, поэтому Тигран Великий основал в центре страны новую столицу – Тигран-Акерт, чтобы управлять державой из самого сердца империи. Западные учёные поражаются тому, каким образом в Армении был основан почти 100-тысячный город в эллинистическом стиле, тогда как остальные города Армении были значительно меньше по размерам и численности населения. Император-строитель. Столица – Тигран-Акерт. Много лет армянские и зарубежные учёные спорили о точном местоположении города Тигран-Акерт. Один из французских учёных даже назвал Тигран-Акерт «городом-призраком». Известно, что Тигран основал несколько городов и поселений, названных его именем. Именно поэтому локализация столицы Тигран-Акерт стала для учёных навязчивой идеей. Многие пытались найти его. В своей истории Армении армянский хронист Повстос Бузанд упоминает, что в его времена в Тигран-Акерте имелась посвящённая мученикам церковь, из-за чего город назвали также Мартирополь – город мучеников. К вопросу местоположения Тигран-Акерта обращались знаменитый картограф Киперт, известные европейские историки Мольтке, Захау, Лемонгаупт, Вольдемар Бельк, причём последний на основе различных тактических картографических и юных данных попытался проверить версии своих коллег. Историки отмечают, что близ реки протекала река, называемая Никифорионой. Во всех вариантах имеются недостатки. Единственный неподтверждённый вариант сообщает, что рядом с рекой протекала большая полноводная река. А в 20 километрах от Тигран-Акерта находился холм, о котором, кстати, упоминается в описании Тигран-Акертской битвы. И это, скорее всего, местность с развалинами близ города Сильвам. В современной армянистике и востоковедении наиболее обоснованной считается эта точка зрения. От некогда могучего, великолепного города сегодня практически ничего не осталось. Известно, что в своей столице Цартигран поселил жителей 12 городов, поэтому можно сказать, что это был многоэтичный интернациональный город. Ядро его составляли, разумеется, армяне. Но проживали там и греки, а также грекоязычно эллинизированная масса – сирийцы, понтийцы, персы, представители других народов. Один из европейских архитекторов конца эпохи Возрождения по фамилии Батиста с похвалой упоминает деяние Тиграна Великого, поскольку для Европы Тигран Великий являлся важной частью античной истории. При этом Батиста ссылается на Плутарха и Апиано и рассказывает о том, что Тигран велел армянской знати переселиться со всеми домочадцами и движимым имуществом в Тигранакерт, пригрозив, что в противном случае все их земли и владения в других частях Великой Армении будут конфискованы. Батиста добавляет также, что Тигран на длительное время освободил жителей Тигранакерта от налогов. Тигранакерты изобиловали сокровищами и дорогими приношениями богам, ибо частные лица и правители наперебой расширяли и украшали город, желая угодить царю – Плутарх. Сравнительные жизнеописания. По своему городостроительному уровню Тигранакерта на равных конкурировал с Александрией и Антиохией. Его даже сравнивали с Вавилоном и Ниневией. Из сообщений античных историков явствует, что Тигранакерта был огромным и великолепным городом. Его стены возвышались на 25 метров на высоту современного восьмиэтажного дома. Город этот являлся и культурным центром страны. Здесь имелся собственный театр, где выступали приглашенные царем царей знаменитые греческие актеры своего времени, а также, вероятно, и актеры-армяне. Была в Тигранакерте и своя академия. Известно также, что в 69-м году до н.э., когда греческие наемники предательски открыли ворота и римляне захватили город, воспитанники академии не сложили оружие и продолжали сражаться. Ректор академии Тигран Хайказан, армянин, был уведен в плен. Благодаря своему уму и знаниям он стал одним из близких друзей Цицерона и возглавил основанную им Академию архитектуры и грамматики в Риме. Обратите внимание, уведенный в плен армянин становится главой Римской Академии архитектуры и грамматики. Представьте, по одному этому, каков был его уровень. Строительство Тигранакерта показало, что создание империи Тиграном Великим было тщательно продуманным и рассчитанным шагом. Целью, лелеемый Тиграном еще в те времена, когда он был заложником при Персидском дворе. Он был исключительно последовательным государственным деятелем, планировал на 20-30 лет вперед и последовательно добивался своего. Тигран Великий – дальновидный государственный деятель. В деле формирования Тиграна Великого, как дальновидного государственного деятеля, немаловажную роль сыграли исторические события данного времени, которые он сумел использовать на пользу своей стране и народу. Теперь обратимся к Тиграну и его деяниям, ибо это самый могущественный и разумный из наших царей, превзошедший в храбрости не только их, но и всех остальных. Мосс Исходы Наций. История Армении В 23 года царевич Тигран стал почетным заложником при Персидском дворе. В 95-м году до нашей эры он возвращается в Армению, чтобы наследовать трон. Именно с этого момента и начинает будущий царь царей осуществление тщательно разработанных долгосрочных планов. Он укрепил и обезопасил границы своей страны. К сожалению, нам неизвестны местоположения и история множества основанных им городов, крепостей и поселений. Единственным из его именных городов, точное место которого не только подтверждено со всей достоверностью, но и активно изучается археологами и историками, Арцахский Тигранакерт. Один лишь внешний вид стен Тигранакерта свидетельствует о том, что ничего подобного сегодня археологи на всем Кавказе не открыли. Арцахский Тигранакерт В том, что Арцахский Тигранакерт был не только открыт, но и избежал уничтожения азербайджанцами, явно проглядывает божественное провидение. Дело в том, что академик Азербайджанской академии наук Ян Польский в одной из своих статей, говоря в этой местности, описывает церковь Ванкасар и отмечает, что там в скалах высечены ступени, которые ведут от родника к церкви. Благодаря этому описанию стены Тигранакерта скрыты толстым слоем земли. Азербайджанцы сочли всего лишь лестницы. Таким образом, Ян Польский, сам не ведая о том, отвлек внимание азербайджанцев от древнего гора. Ян Польский Ян Польский Когда мы внимательно разглядывали эти выемки, то прежде всего заметили, что это не одна дорожка, то есть она то раздваивалась, то разделялась на трое, так что было непонятно, зачем для того, чтобы рассечь скалы, нужно было три дорожки. Ну а потом мы увидели, что в одном месте эта дорожка делает полукруг. И тогда для нас стало очевидно, что это вовсе не ступеньки, ведущие к церкви, а высеченные в скале фундаменты стен. Тигранакерт был обнаружен в то самое время, когда Азербайджан, в очередной раз фальсифицируя историю, тщился доказать, что армяне здесь не более, чем пришельцы. Мы поняли, что мы нашли древнее поселение, окруженное врезанными в скалы стенами, поселение, которое содержало материальное свидетельство именно эпохи Тиграна Великого. Город был открыт в 2005 году, и уже в следующем году здесь начались археологические раскопки, которые позволили составить представление о публике города, о его архитектурных принципах, решениях и формах. Все эти стены и строения зиждятся на высеченных в скалах фундаментах, что предполагает весьма высокий уровень строительного вкуса. Вся эта скала была словно бы инженерно подготовлена под будущее строительства. Мы видим, что Тигранакерт исключительно скальное поселение. Те, кто знакомы с культурой и археологией Арцаха, могут однозначно подтвердить, что в такой лесистой местности, в краю, где скалы используются не очень часто, вроде бы нет традиции создания скальных поселений. Во всяком случае, до Тигранакерта мы не знаем такого памятника, где мы увидели бы обтесанные, обработанные, сглаженные, в оккультуренном смысле использованные скалы. Но вот мы видим мощные, если не город, то по крайней мере крепость, где скалы срезаны как масло ножом. Для строителей, мастеров или, скажем, зодчих, все это было достаточно привычным и распространенным приемом. Поэтому можно со всей уверенностью сказать, что Тигранакерт вовсе не был плодом чисто местных традиций. Стены города сложены очень изящно, из идеально отесанных квадров. Снаружи они имеют выпуклую подушкообразную форму с мастерски обработанными фасками. Это характерная для античных времен строительная техника, называется рустикум. Кладка сухая, без раствора, а уложенные рядом камни имеют особые выемки, в которые забивались соединяющие их скобы, которые заливались раствором или расплавленным свинцом или оловом. Поскольку эти треугольные выступы и выемки напоминают хвост ласточки, то и сама такая техника получила название «ласточкин хвост». Такой прием кладки предотвращал горизонтальное смещение камней, а заодно укреплял вертикальную устойчивость. Основывая в разных концах страны города и называя их своим именем, Тигран Великий стремился укрепить страну, более надежно защитить ее. Разумеется, не был исключением и стратегически выгодный, расположенный арцахский Тигранакерт. Во времена Тиграна уже существовали общепринятые градостроительные принципы, и Тигран, естественно, не мог игнорировать их. По своему местоположению, сочетанию оборонительных и топографических требований, Тигранакерт соответствовал всем критериям эллинистического городостроения и условиям городской жизни. Предполагается, что арцахский Тигранакерт, подобно столице Тигранакерту, также располагался на скрещении торговых путей. Мы находимся в археологической лаборатории, в университете, где восстанавливаются и хранятся вещи, материалы, которые мы приводим из Тигранакерта. У нас есть керамические изделия средних веков. Например, это очень характерный для Тигранакерта кувшин с зооморфной формой и, значит, с изображением. Или, например, вот эта тарелка, которую мы нашли кусками, потом в лаборатории мы ее собрали для того, чтобы иметь полное представление о той посуде, которая существовала в средние века. Вот, в принципе, то есть большое количество предметов, которые мы хотели вам показать у нас в лаборатории. Но у нас очень много предметов, которые выставлены в Тигранакерском музее, которые восстановлены были в этой лаборатории и представлены там на обозрении. Но впереди нас ждут большие открытия, я почти уверена. И мы надеемся, что будет много интересных новых находок. Раскопки Тигранакерта продолжаются. Каждый год эти развалины являют нам все новые и новые открытия, касающиеся самого города, истории царя-царей и последующих периодов. Раскопки Тигранакерта Многое дать нам позволит осветить и объяснить множество вопросов. Примечательно, что Тигран Великий, будучи завоевателем, во многих источниках упоминается как освободитель. В его деятельности нет случаев, скажем, избиения, сожжения, придания огню десятков тысяч людей. С ним не связаны акты вандализма. Тигран Великий – освободитель армян и справедливый царь. Тиграна Великого почитали как бога. Он был владыкой империи, царем царей, но не просто завоевателем, а освободителем. Его современники и историки более поздних времен, говоря о деятельности Тиграна Великого, не раз описывают его как справедливого царя. Селевкидский трон ослаб, и царский двор, и городская знать обсуждала задачу выхода из кризиса. После длительных обсуждений они пришли к выводу о том, что следует пригласить на царствование одного из соседних великих властителей. И так далее, когда он был винователем, он был винователем. Известно, что по результатам долгих споров выбор пал на Тиграна Великого. Имеются также свидетельства о том, что один за другим, покоряя при средиземноморские города, Тигран Великий затем даровал им самоуправление. И эти города в знак благодарности начинали новое летоисчисление со дня дарования им Тигранам Великим Автономам. Сейчас, через даль тысячелетий, многие удивляются тому, каким образом человек, создавший могучую империю, после захвата лукулом столицы Тигранокерт, отказался в пользу Рима от завоеваний по ту сторону Ефрата, а Персии вернул прежние границы. Оказавшись один на один перед всем миром, Тигран Великий сделал выбор не в пользу своей славы и гордыни, а во имя своей родины и своего народа. Мы знаем, что когда он воссел на трон, царство Цопк, Софена, было отделено от Великой Армении, а Персия прибрала к рукам 70 армянских долин. Своему наследнику Артавазду Второму он оставил цельное царство Великой Армении вместе с Северной Месопотамией, а также титул царя-царей, который его наследники, арташесидские цари, носили до самого падения царства. Как пишет отец армянской истории, Мовсес Хоринацы, немало еще подобного, кроме всего этого, доставил нашей стране сей Ервандов Тигран. Тигран Великий стал олицетворением и воплощением силы, мощи, мечтаний, веры и чаяний всего армянского народа. Северной Месопотами